Итак, два следующих доклада будет расшататься кейса банка ВТП-24. Достаточно жизненная ситуация для большинства российских и не только российских банков. Это стоимость проведения работ по кредитованию, в смысле процессингов по педикам операций. И, собственно говоря, две команды сегодня решали этот кейс и решили их совершенно по-разному. Поэтому сейчас особенно прошу внимания, конечно, заказчиков в плане ВТП-24, Дениса Напиян. Вот два разных проекта. А первая практика, Андрей Акулов, собственно говоря, об этом пишет на себе систему фигурного администрации. Три минуты, Андрей, и тебя тоже. Обычно мы, конечно, доставляем проект для ВТП-24, но в данном случае мы не должны были убедены. Так, есть какая-то задача, вернее, проблема, которая у банка. Есть кредитные аналитики, которые принимают решения в различных моментах. Примерно стоимость 132 тысячи рублей, 70% из которых падает как раз на отдел кредитных аналитиков. Чтобы вам получить кредит 10 миллионов, вы потратите полтора месяца своего времени. Соответственно, мы предлагаем пойти двумя путями. Первое. Немножко понять, какую автоматизацию мы можем внедрить на предприятии. И более внимательно посмотреть на бизнес-процессы, которые существуют конкретно в этом отделе. Соответственно, фокус нашего внимания, автоматизация, это будет, естественно, электронный документ, который все должно быть учтено. Интеграция с внешними строчками. Сбор первичных финансформаций непосредственно у клиента, которые хотят получить кредит. Расчет финансовый показатель, чтобы это не было до цели, это было нажатием этой кнопки. И, естественно, сфоринговая система, которая позволит быстро определить, получите вы кредит или не получите. Соответственно, кредитная форма примерно подсистема выглядит. То, что крайне справа, это с чем мы хотели интегрировать. То, что левее, это различные подсистемы. Компенсионная система, которая просто по умолчанию на разглядов не будет. Соответственно, примерная форма кредитной заявки, как бы она могла выглядеть, примерно так. Снова поля можно добавлять, можно убирать, можно расширять. Карточка клиента заполняется нажатием на кнопку «За полный по ИРМ». Происходит подключение к внешним сервисам. Заполняются контакты, адреса и контакты милиции, кто является директором. Сейчас, конкретно прямо сейчас. Соответственно, этапы, которые проходят с заявками, они могут быть разные, и это обязательно должно быть настраивано. Соответственно, в данном случае мы показали, как бы это могло проходить на этом предприятии. Соответственно, в настоящее время мы увидим, что заявка находится в службе безопасности, а конкретно проверка этой заявки по различным альтернативным источникам. Соответственно, любой клиент, ему надо в банкету замести всю его информацию. Соответственно, оценка может быть как формальная, так и скорбинка. Скорбинка, оценка может быть в других, примерно вот так. Ну, давайте поменяем отказы на получше, чтобы было позитивно. И переходим, естественно, к внешним информациям, которые получают извне у клиента. Клиенты, люди, они простые, там работают бухгалтеры, а не девушки. Они не всегда могут предоставить табличную информацию в правильном виде. Нам надо свой инструмент, который будет это обрабатывать. Соответственно, наша команда обещает вам, обещает и гарантирует, да, что мы, занимаясь этим проектом, мы вам сэкономим 25% от этих 132 тысячи рублей. Ну и так, 7% падает на 20% мы вам сэкономим около миллионов в месяц, если вы нас привлечете к решению задачи. Мы вам поставим систему, попытаемся интегрировать ее с внешними системами и посмотрим, как процессы организованы. Наша команда, у нас есть все, у нас есть веб-позработка, у нас есть архитектура, у нас есть дизайнер отличный, у нас отличная аналитика. И у нас самый лучший администратор проектов, который вообще существует, это Денис Поверкин. В проекте этих двух дней Денис оказывал нам маленькие, но очень полезные вещи. Этому поделить только сейчас. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей, ребята, я с вами вчера работал и много достаточно времени вместе обсуждаю этот вопрос. Но я хотел бы для себя еще раз понять, что меня коллеги, для тех, кто в зале, находятся... Ну, я как спортив понимаю, что это привнесет для банк очень полезно. Да, вот когда вы решение все делали, вы ориентировались и думали на тему, что это для клиента, то есть, чем это было бы интересным клиентам. С точностью зрения, почему он выберет тогда вот наш банк на никакой торговой, только в этом случае. У меня у самого есть компания, естественно, мне очень лень ходить в банк. Я вообще все стараюсь что-то автоматизированно делать, поэтому мы смотрели в начале, что должно быть личный клиент, через который у нас была какая-то возможность, у меня возможность, я просто мечтаю, чтобы у нас есть такое будет, да, когда-нибудь в банке, чтобы я мог в этом виде, например, цивилизацию, регистрацию, навес туда подцепить, оборот на саду, вредность туда подключить, бухгалтерские балансы, в конце концов, вы можете мне поверить, что оно именно так, оно и есть. Поэтому личный кабинет для клиента, на наш взгляд, было бы очень интересно, и как общение, а если бы это еще и в Телеграме общение было бы проходило, например, как мы общались по этой задаче с Еленой, которая практически в режиме онлайн отвечала на наши, надеюсь, все-таки грамотные вопросы по теме, нам было бы очень приятно. Андрей, рекламный вопрос. Вчера кто-то отказался, очень важно, чтобы данные, которые получают в банках, они были актуальны, они были полны, они были достоверны. Как Вы, что Вы предложите в этом случае, в этом плане? Актуальность данных – это правильно, действительно. Откуда надо будет тянуть? Существует, ну, существует, как бы, как внешний источник, например, система спара, контур, экстерн, другие системы, откуда можно понять вообще, насколько эта компания, ее данные актуальны. Но также, в общем, это финансовые данные, которые на предприятии существуют. Поэтому, ну, я как бы, знаете, Субтитры сделал DimaTorzok